Накануне завершилась встреча в Брюсселе, трехсторонняя встреча между ЕС, США и Арменией. Ну а тему мы обсудим с гостем на прямой связи со студией проректора университета АДА Фарис Исмаил Зады. Фарис Варим, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Как накануне заявил президент Азербайджана, говоря о прошедшей трехсторонней встрече в Брюсселе, это создает очередной источник опасности для Южного Кавказа. Если говорить об этой самой опасности, то что стоит ожидать от прошедшей встречи? Ну на самом деле политика Пашиняна нацелена на то, чтобы создавать новые риски на Южном Кавказе. Как вы знаете, Армения уже начала приглашать и европейских военных наблюдателей в регион, и сейчас они присутствуют в регионе, и были военные учения с американскими военными. То есть создается новое военное присутствие европейцев и американцев на регионе Южного Кавказа. И это, соответственно, создает новые риски, учитывая то, что регион традиционно был сферой влияния и России, и Ирана, и Турции. То есть та модель, которую Азербайджан предлагала, 3 плюс 3, это решение всех проблем Кавказа путем сотрудничества между странами региона. Она, в принципе, сейчас разрушается Пашиняном, и Пашинян сюда вводит уже новую геополитическую борьбу, напряженность, и создаются новые какие-то, знаете, границы между Западом и Востоком, или ты с нами, или ты против нас. И вот такая политика, я думаю, в итоге принесет риски не только для региона, но и для самой Армении, для суверенности Армении, для ее внешней политики, а я думаю, это все не очень хорошо закончится для самой Армении. Павел Замин, ну вот за минувшие сутки позиции Азербайджана были подвергнуты обстрелу 30 раз, именно в тот день, когда в Брюсселе проходила встреча вот в этом формате Армения и США. Как вы думаете, взаимосвязано ли это? Абсолютно, потому что, в принципе, во время 44-дневной войны Азербайджан полностью разгромил армию Армении, и Армения потерпела поражение, постыдное поражение на поле битвы, но сейчас происходят попытки как-то восстановить силы Армении, восстановить армию Армении, реваншизм там начинает развиваться, и вот поддержка Запада именно нацелена на то, чтобы помочь Армении восстановить свою армию, свою боевую силу, поддержать вот эту идеологию реваншизма, шовинизма и натравить Армению на своих соседей. Поэтому я думаю, что вот именно есть большая связь между тем, что Армения получает военную и экономическую помощь со стороны Запада, и вот на поле битвы, на условной границе часто нарушаются вот эти, значит, соглашения о прекращении огня. Армения наглым образом начинает стрелять в сторону Азербайджана. Я думаю, что это все на самом деле создаёт риски для новых каких-то военных действий в будущем. Павел Армении, ну вот МИД Армении накануне обвинил Азербайджан в якобы эскалации ситуации, хотя это именно армянская сторона 30 раз обстреляла азербайджанскую сторону, и именно армянская сторона занималась тем, что направляла военную технику на границу. Неужели вот эта встреча, поддержка Евросоюза и США так развязала руки Еревану, или вот на что все-таки надеется Армения? Ну, вы знаете, Армения рассчитывает на то, что всё-таки сыграет христианская солидарность, что Запад возьмёт Армению под свою опеку. Есть уже определённые сигналы со стороны Брюсселя и Евросоюза, и Америки, что они хотят оторвать Армению от России, оторвать от постсоветского пространства. И я думаю, что вот есть такая наивная, я бы сказал, идеологическая вера Пашиняна, что вот Запад будет с ними, Запад будет опекать. Но, к сожалению, мне кажется, что это очень наивная вера, потому что мы уже видели в примере других соседних наших стран, что Запад обещал много чего, но в конце бросил эти страны. И, в принципе, у нас есть примеры наших соседей, когда эти наши соседи тоже верили в то, что Запад их примет и в НАТО, и в Евросоюз. Также были уже конкретные обещания, конкретные сроки. Но это всё осталось на бумаге, осталось на заявлениях, простых заявлениях. И, в принципе, эти страны потом очень сильно пожалели и потеряли даже некоторые части своих территорий. Вот как бы судьба этих стран не повторилась в Армении, я боюсь. Фарзиан, ну вот эта вера Пашиняна в Запад и на фоне, точнее, вкупе с реваншинскими настроениями в Ереване, вот в целом к чему может это привести? Это может обнадёжить Ереван или как? Я думаю, что сейчас будет очень сильное давление на Пашиняна. Есть определённые политические партии в Ереване, которые недовольны этим курсом. Я думаю, что будут попытки всё-таки сместить Пашиняна и провести новые какие-то выборы или новую какую-то революцию завязать. Уличная борьба может опять восстановиться в Ереване. Я думаю, что в принципе то, что Ереван не пошёл на подписание мирного договора с Азербайджаном, на открытие границ, на открытие коммуникаций, это в краткосрочном и среднесрочном промежутке будет создавать экономические проблемы для Еревана. Она будет оставаться в изоляции. Многие коммуникационные линии через Грузию, которую Армения имеет, тоже переживают не совсем хорошие времена. Поэтому для Армении эта политика будет создавать риски как для суверенности и независимости, так и новые очаги для военных действий, новые экономические проблемы. И в конечном итоге, я думаю, Пашинян даже может потерять свою власть. Ну, Фардинам, вот эти партии, вот эта замена Пашиняна, как это может сказаться для Азербайджана, в лучшую или в худшую сторону? Вы знаете, всё зависит от того, насколько в Армении будут трезво оценивать региональную политику, и то, что без мирного договора с соседями, без мирного сосуществования с Азербайджаном, с Турцией, будущего Армении нет. К сожалению, вы знаете, что Армения более 100 лет уже живёт идеологией национализма, шовинизма и реваншизма. И я думаю, что вот эта политика, в принципе, она настолько затупляет трезвое мышление в Армении, что они не видят конкретной выгоды от сотрудничества со своими соседями. Всегда ищут каких-то старших братьев, всегда ищут дальних союзников, в то время как основная беда Армении в том, что она со своими соседями не может мирно сосуществовать, имеет территориальные претензии. Я думаю, что вот если, когда придут в классе такие силы, такие трезвые силы, которые поймут, что уже Армения в будущем должна только мирно работать со своими соседями, и тогда уже есть какая-то надежда на то, что в нашем регионе будет стабильный мир. Спасибо большое, Фариз Иванович, за подключение, за ваши ответы. Спасибо вам. Я желаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был проректор Университета Ада, Фариз Исмаил Заде.